Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Уважаемые радиослушатели, гость в студии сегодня органистка Евгения Лисицына. Доброе утро еще раз. Доброе утро. И мы пригласили Евгению Лисицыну в студию, поскольку 6 мая в субботу организуется настоящий такой пир для гурманов органной музыки. Это будет марафон, который начнется в час дня, а закончится в 9 часов вечера. То есть вот сами можете себе представить, насколько можно будет насладиться органной музыкой. И это все пройдет в церкви Святого Павла. На улице Деглова. Да, на улице Деглова-1. Место хорошо вам известно. Не раз мы рассказывали о концертах, которые там проходят. И Елена Привалова-Эпштейн была у нас в студии тоже. Кроме того, по Старшлаг там служил. Да. Ну вот. И Евгения Владимировна, вот эта идея, она принадлежала кому? Конечно, Елене. Елене, да? Я просто восхищена, потому что это большая редкость. Что-то я плохо помню, бывало ли у нас такие марафоны. Во всяком случае, я не участвовала, может быть, и бывали, но я не знаю. Но Елена вообще меня восхищает тем, что она по существу перенесла центр органной. Из известного места на улицу Деглова-1. Церковь Святого Павла. И там действительно просто очень происходят интересные события, причем в огромном количестве. Да. У нас становится в хорошем смысле конкурентом Домского собора. Я вам должна сказать, что это все доступно, знаете, в отличие, скажем, от главного нашего. Да, куда так просто еще не попадешь. Да, и Дороганда бывает. Да, тут каждый имеет возможность пойти, там, положить. Вход за пожертвование, да. Да, да. Можно копейки какие-то положить, и прекрасные музыканты играют, и прекрасные. А как вы оцениваете орган в этой церкви, Павла? Простите? Орган. Как вы оцениваете? Вот я опять же сравниваю с Домским, начать с того, что это тот же самый Валькер. И Домский Валькер, и здесь Валькер. Ажафир Мурган. Я должна сказать, например, Домский не наполняется этим органом, этими звуками органа. То есть он великоват, сам Домский, да, получательный орган? Или помещение великовато, или орган. Но он романтический, это естественно. И мы, органисты, это всегда чувствовали, и публика спрашивает. То, что это всё, больше ничего нет, да. Что касается органа Святого Павла, то там, конечно, прекрасно наполняется золотом, что звучит великолепно. Больше того, я должна сказать, что есть некоторые регистры, регистры в этом органе, которых, к сожалению, нет в Домском органе. Изумительные. Голоса прекраснейшие. Но Валькер, это есть Валькер. Есть один большой недостаток у этого инструмента. Он в плохом состоянии. На нём чрезвычайно трудно играть. У него вся механика, хотя это не механика, не матика, но я имею в виду, в общем смысле слова, механика. Вот это вот всё, соединения все, они, конечно же, мне кажется, там никогда не было никакого ремонта. Орган уже сто лет, это вообще чудо, что он так держится ещё. Кстати сказать, вот Елена мне предложила в мае сыграть несколько концертов, из которых в одном я собиралась сыграть регера. Такая чудесная фантазия и фуга. Она мне сказала, невозможно сыграть регера, не тянет. Там что-то случилось, что не хватает воздуха для инструмента, вы понимаете? То есть надо его приводить в порядок. Но это, я прекрасно понимаю, что это всё повиснет в воздухе, как это было с Гертрудой, хотя Гертруда уже, я, правда, ещё там не играла. В общем, говорят, что Гертруда в порядке, якобы. Тоже там чудесный инструмент, замечательный зауэр. И сейчас вот там идут концерты, полную мощь. Ну, так вот, Павел. Так что слушать и публика даже, она реагирует на то, что это замечательный инструмент, всем очень нравится. И мне он очень нравится, как он звучит. Вот, скажем, где-то со стороны его слушать кого-то, ну, божественно звучит. А уходишь и начинаешь с ним бороться. Потому что, например, даже играешь на двух мануалах, правая рука соло, левый аккомпанемент. Если играешь быстро, то просто не совпадают руки. Пока это всё происходит очень сложно. Полагаем, я видел, там босиком играли на этом органе. Ну, на любом органе можно босиком играть. Но, на мой взгляд, играть виртуозно босиком не получится. Это может какие-то, я не знаю, какие-то медленные хоралы, там что-то такое. Я не знаю, если играть быстро, скажем, того же самого регера, я думаю, все пятки отобьёшь. Я не рекомендую. Раз уж об этом заговорили, какая обувь нужна для того, чтобы… Убувь. Ну, я думаю, что у каждого, наверное, свои привычки, свои… Да как у автоводителей тоже. Один едет в кроссовках, другой может на штыках. Безусловно, безусловно. Я играю в таких… Такой обувь, ну, она должна для концерта быть красивой, как минимум, да. Должен быть хороший каблук. Такой каблук, чтобы он не соскальзывал с клавиши. Который внизу, да. Значит, он должен быть широкий. Он должен быть довольно высокий. Почему? Потому что часто мы играем пяткой и носком. И для этого в туфлях должно быть место между пяткой и носком, чтобы перешагнуть одной ногой через другую клавишу. Посередине. Там вот чем хорош этот орган, что там можно, в отличие от носка, можно сидеть наверху рядом с органистом и смотреть, как органист играет. Это везде можно. А в Донском соборе можно? Конечно. А как что-то я не разберел, чтобы там… Ну, если пусть. А, в том-то все и дело. Дело за малым, чтобы пустили. Я напомню, что у нас в гостях Евгения Владимировна Лисицына, органистка. И мы говорим сейчас о мероприятии, которое пройдет 6 мая. Церковь Святого Павла. Елена Привалова-Эпштейн, она автор идеи вот этого марафона органного. Она не смогла сегодня к нам присоединиться, поскольку ее нет в Латвии. Ну вот тогда вы расскажите, пожалуйста, Евгения Владимировна, все-таки, что это за марафон, кто там будет участвовать и какие произведения произведут. У меня есть шпаргалка. Да, давайте, может быть… Про себя я знаю, про это мне не надо. А вы начните по памяти, может быть, а потом шпаргалку подключим. Ну что, я должна сказать, сначала в час. Играет Лена. Да, сама открывает этот концерт. Да, будет Буксты Хода, это предтеча Баха по существу. Потом будет Мендельсон, через час там будет… Каждое произведение, каждый автор будет звучать час, да, примерно? Ну, концерт, скажем, потому что есть концерты с разными авторами. То есть концерт будет происходить в течение 50 минут. Десятиминутный перерыв и начинается следующий. Да, а в перерыве нам обещали, что угостят кофе и можно будет пообщаться. Да, так заявлено. А не жаль, что там было до Баха? Мне казалось, с него начинается как раз органная музыка. Ну что вы, скажем, масса всякой музыки до того было написано, за сто лет до Баха. И сохранилось? Ну, сохранилось, конечно. Но Бах как бы сконцентрировал все, что было до него, и использовал это как кристалл. Вывод такой сделал из того, что было до него сделано. И, кстати, он попал на такую вершину, после которой никто на эту вершину уже не смог забраться. Это все, так сказать. В первом части «Буксты Хода» в исполнении Елены Приваловой, Эпштейн, да, и потом Мендельсон. По два часа дня Леночка опять будет играть Мендельсона целых 50 минут. У Мендельсона шесть сонат, три «Прелюдии и Фуги», и все, конечно, чудесно. Чудесная музыка просто изумия. «Буксты Хода» тоже прекрасная музыка, но она такая немножечко более архаичная. «Музыка латышских композиторов» будет в три часа. Я не знаю, кто такая Байба Бетлере, наверное, студентка, может быть. Это выпускница Латвийской Академии Музыкальной, да? Ну, я не знаю, к сожалению, да. Далее будет Франк в четыре часа дня, будет играть Лариса Царькова, органистка Турниканской церкви. Как ни странно, у Турниканской церкви нет святого. Это меня поразило. Просто церковь, Турниканская. А вот не нашли святого для Турникана. Ну, это так. Ну, может быть, у них все впереди. Может, это никому неинтересно. Мне, да. Значит, в пять часов будет Луи Верн, французский композитор, который жил в начале 20 века, слепой. Написал, я считаю, что этого времени, а там было много композиторов, это вершина. Потрясающие гармонии, потрясающие мелодии. Ну, в общем, изумительный композитор. Очень многие его знают уже. Вот. Вот это у Луи Верна будет играть девочка Симона Радовича. Да, это тоже выпускница латвийская музыка. И Лена. Вдвоем, видите, они будут играть этот час. В шесть часов вечера играет та же самая Лариса, которая играет в четыре. Она играет баха целиком. Целые пятьдесят минут. Не знаю, что. Про себя я знаю, что я играю баха. Дальше вы как раз? Значит, дальше играю я в семь часов вечера. Там будет бах. Будет партита соль минор. Замечательная партита. Кстати сказать, почему-то Лена впервые ее, я не так давно играла, первый раз услышала и была восхищена этой музыкой. Она действительно восхитительна. Хотя что у баха не восхитительна, я не знаю. Вот. И любимый всеми после баха Вивальди. Да. Вивальди. Который не писал для органа. Для органа не писал. Он не писал для органа. Хотя служил в церкви. Я была в Венеции, я видела церковь, в которой он служил. Я не знаю, насколько это правильно. Правда ли. Он был монах. Рыжеволосый. И такой, знаете, как бы это сказать, не очень послушный. Он, например... С троптивой. Да, с троптивой. Он вздумал закурить в церкви. Я не знаю, правда ли это. Легенда может быть. Его за это оттуда выставили. За то, что он курил в церкви. Но не в этом дело. Он написал массу прекраснейшей музыки. Чудесные концерты. Их там чуть ли не 400 концертов. И все это обнаружено было в 20 веке. Представляете? Где-то под спудом, в каких-то подвалах лежал. И вдруг... Вивальди. Вот так вот. Иоганн Себастьян Бах был в восторге от Вивальди. Он даже сделал переложение скрипичных концертов Вивальди для органа. И таких три. Но я пошла по стопам Иоганна Себастьяна. И сделала переложение еще четырех концертов Вивальди. Это знаменитые времена года, которые всех восхищают. Всех. И в скрипичном, в инструментальном исполнении, в струнном. И в органном. Даже некоторые говорят, что достаточно было бы органового переложения. Но это, понимаете, это само все делалось. Это не выдумано. Это не то, что я себя заставила. Это просто... От души. От души, да. Мы сейчас прервемся ненадолго. Это новости и реклама на Болткоме. Напомню, что мы сегодня в студии вместе с органисткой Евгенией Лисицыной говорим о мероприятии, которое называется «Органный марафон». И он пройдет 6 мая в церкви Святого Павла на Деглова-1. Вместе, хорошо известном нашим радиослушателям. Не переключайтесь. Участвуйте в нашей программе через несколько минут. Микс-ньюс. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим. О делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. В студии сегодня органистка Евгения Владимировна Лисицына. Мы говорим об органном марафоне, который пройдет 6 мая в церкви Святого Павла. Ну, пожалуйста, вы можете задавать любые вопросы, какие вы хотите. В нашей программе 672-12-939 и 672-13-939 можно говорить и шире, и о творчестве, и так далее. И о наших музыкантах, и об органистах. Звоните. Или пишите нам на портале Микс-ньюс.лв в наш видеочат. Там тоже есть возможность задавать вопросы. И так, как мы уже вот сказали, неоднократно 6 мая с часу дня до 21 часа. Вот настоящий такой праздник для любителей органной музыки. Я думаю, что если кто-то вообще никогда, может быть, я не знаю, есть такие люди, кто никогда не слышал, как звучит орган, то тоже вот приходите, да, это... Присоединяйтесь. Присоединяйтесь, потому что вход за пожертвование, понимаете, это уникальная возможность послушать орган, ну, практически бесплатно. Никто не будет проверять, сколько вы там положили на входе. Вот, и приходите, и в любой момент можно присоединиться с часу. Каждый час будет звучать новый композитор в исполнении нового музыканта. Несколько музыкантов будут, органистов играть. Это и автор идей Елена Привалова, Эпштейн. И вот наша гостья Евгения Владимировна Лисицына, она будет завершать, да, правильно? Вы будете завершать именно вечером. Так получается, да. Да, и будут также и молодые выпускники музыкальной академии латвийской, байба Бэтлера, будет Симона Радовича и органистка Тарникалнской церкви Лариса Царькова. Я вот хочу спросить, мне вот там в этой церкви нравится сидеть наверху и смотреть, как играет музыкант. А в принципе, где вот нужно сидеть вот в этой именно церкви, чтобы было слышно в полном объеме? Или это не имеет значения? Где сидеть? Где лучше, да. Ну, я думаю, что лучше от центра немножечко назад, к алтарю. Это получается вперед, да? К нам... Но все-таки лучше внизу сидеть, да? Лучше внизу, конечно, потому что все равно акустика есть акустика. Если вы в середине, то вы все слышите вот так вот напрямую. Если вы сбоку, вы понимаете, идет волна, а тогда вы тут. Значит, искажи не будет, потому что инструмента тоже стереоинструмент, потому что в одной стороне у него педаль, в другой стороне у него первый мануал, где-то еще второй мануал, в данном случае я имею в виду эту церковь, да? И, конечно же, будет не совсем правильное восприятие. Лучше всего, конечно, слушать спиной орган, как бы вот затылок. Лучше как-то вот уже это выяснили. Вот не в лоб слушать, как это раньше было в Домском, да, а сидеть спиной. Все-таки спиной. И лучше ближе к алтарю, по центру. Где-то в этом примерно. Ну, для того, чтобы один раз увидеть вообще органиста, как он ведет себя, да, вы можете попроситься на балкон, я думаю, что церковь Святого Павла разрешат. Можно, нет никаких проблем, да. Посмотрите, вот как раз была, когда играл термин вокс и органы. Мне было очень интересно, как это все будет именно нежно. Конечно, интересно, конечно, потому что на органиста смотреть интересно, потому что он играет, кроме руками и ногами, правда, я всегда говорю, он играет головой, самое главное, потому что имеет такое свойство этот инструмент, что подойдет любой, вот так вот нажмет и красиво звучит. Просто не что, а красиво звучит. Вот, и поэтому он провоцирует на неряшливую игру. Нельзя быть неряшливым, поэтому надо играть головой. А еще, еще больше, я скажу, надо играть ушами. Потому что многие так играют и наслаждаются. Нет, надо слушать, что у тебя получается. А музыкант разве не играет ушами всегда? Ну, органисты, понимаете, вот тут такая специфика, что вот увлекает, вот сам инструмент. Да, и звуки такие небесные, конечно. Красивые звуки, понимаете, и ты в этом купаешься и забываешь о том, что ты это делать должен. Вот почему. Конечно, ушами, все ушами происходит. У меня мама говорит, что она после этих концертов лучше спит. Ну, почему это? Не очень успокаивают, настраивают. Конечно, потому что повседневность, она как бы действует на человека, ну, не самым положительным образом. Если приходишь, там какой-то новый заряд получаешь. Даже мы, вот после, я вот сейчас иду на репетицию сразу отсюда. Репетиция, вот она приносит удовлетворение от того, что ты там посидел и поделал. Некоторые пьесы такие чудесные, что просто, вот знаете, вызывает какие-то просто, я бы сказала, органические эмоции физические. А как вы относитесь вот к современным композиторам, которые вот для органа пишут, вот музыки латышских композиторов? Как вот она вообще конкурентоспособна по сравнению с классиками? Вы знаете, чтобы писать для инструмента, надо его знать. Потому что некоторые латышские композиторы, например, не знают возможности и не знают ограничения. И пишут не только латышские всякие композиторы, которые думают, а, что, как фортепиано. А это совершенно другой инструмент. Конечно же, во времена Баха можете себе представить, сколько было композиторов. Кто остался? Ну хорошо, но Вивальди же тоже вот не писал для органа, скажем. Ну, да, 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 да. Поэтому можно, наверное, не писать для органа, но при этом твои композиции могут исполнять для органа? Ну да, но это отдельная тема для разговора. Я понимаю, да, но все-таки вот, если говорить в общем, что-то новое придумали или нет, вот по сравнению с тем, что… Конечно, придумают в то время. Ну, иногда забредят. Потому что мы все говорим «бах-бах», понятно, что «бах» – это наше все. Ищут, 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 не всегда удачно, не всегда находят. Все еще, знаете, надо, чтобы в этом участвовал Господь Бог. Потому что тот же самый Иоганн Себастьян, прежде чем начать что-то писать, музыку, он на первой странице Господу Богу молится. Да. Даже пишет, что все это он делает, потому что Господь Бог присутствует. Он должен присутствовать, но ты должен хотеть, чтобы Он присутствовать. И потом, чтобы это не было, знаете ли, вот… Хотя на заказ тоже пишут прекрасную музыку, конечно. Но заставить себя талант должен быть. Все равно Бог. У нас есть звонок, пожалуйста, наушники. Возьмите, да. Эти, эти. Возьмите, любые. Все равно вам нравятся. Да, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, да. Секундочку, подождите секундочку, Евгений Владимирович наушники наденет. Да. Слушаем вас, пожалуйста. Огромное вам спасибо за Евгению Владимировну. Вот я на ее музыке вырос. И я хотел спросить такой вопрос, что сколько у нас вообще в Латвии органов? Сколько у нас в Латвии органистов? И почему люди, когда заходят речь об органах, вспоминают только Домский? Хотя, в принципе, другие органы тоже есть. Это как-то ограничивалось в советское время? Спасибо. Да, спасибо. Можете снять. Ну, не то, что ограничивалось в советское время. Да инструментов-то не было. Были такие страшные времена, когда все уничтожалось. А поскольку церковь уничтожалось, уничтожались инструменты в церкви. И просто мы сейчас вот, кстати, вспоминаем новую Гертрудинскую церковь. Там же так и получилось. Потом собирают по каким-то крупицам. И никто особенно в этом не заинтересован, чтобы это сделать. Вот. Инструментов много, но они большей частью невозможно использовать. А где сейчас в Риге с органами хорошие? Ну, Домский – это Домский. Домский знают не только в Риге, не только в Латвии, а во всем мире. Понятно. Да, так что это не странно, что Домский. Изумительно. Я бы на второе место поставила орган церкви святой Гертруды старой. Там зауэр. Уникальный инструмент. Довольно большой, кстати, прекрасно наполняет зауэр. Замечательный инструмент. На мой взгляд, номер два. Ну, а потом целая серия прекрасных инструментов. Вот той же церкови Турниканской. Чудесный, мне кажется, тоже Валькер. Очень хорошо звучит. И странным образом приведенный в порядок. Вот чудо, чудеса происходят. Да, да, да. Ну, был когда-то в университете неплохой. Тоже Валькер, кстати, но только военного времени там. Звучал он неважнецкий. А сейчас он вообще, там, половина от него звучит. Вот люди Лелепаи уверяют, что у них самый большой орган. Лепаи. Что у них самый большой орган и старше Домского собора. Не старше, это неправда, что старше, он моложе. Даже уже потому судить, что лепайчане решили переплюнуть Домский по количеству регистров. Там действительно 132, в Домском было 127, сейчас 126. Из них 10 регистров просто, так сказать, трансмиссия. То есть они состоят из имеющихся, но это не... Это не самостоятельный, это не просто вот свой ряд, да, составленный из других регистров. Да, он очень большой, но он очень бестолковый. И звучит он, конечно, ужасно. Это, как говорится, местные мастера решили, вот буквально решили сделать орган больше, чем Домский. Так что он, конечно, не раньше Домского возник. Больше, да, но звучит он неважно, неважно. Но вообще, а какой можно... Играть там очень трудно, безобразно. Во-первых, он физиологически, там, например, 4 мануала, 4 мануала в Домском. И вот до этого мануала дотянуться невозможно, вы понимаете? А если ты играешь быстро, что-то там тоже приходится быстро, это просто невозможно играть. Больше того, там есть один огромный недостаток, кстати, и в Павлеон есть этот. Называется репетиция, то есть повтор одного звука. Вот хороший пример – трель. До-ре-до-ре-до-ре-до-ре-до. Если ты будешь это быстро играть, так и будет... Западать клавиша. Не будет до-ре-до, а будет до-ре вместе. И сколько ты не... И так в лепае. Мы там писали, и я писала в Вивальде зиму. Было поздно, конечно, менять программу, но это был как тихий ужас, понимаете? А там же скрипично все вот на этих делах. Нет репетиции, вот это большой недостаток. Потом он состоит из нескольких органов. Наверное, туда таскали эти трубы откуда-то из других мест. И просто даже повтор. Там принципа 8, принципа 8 на одном мануале. Там какая-то флейта 4, флейта 4. Вот это вот дублирование происходит. Он, конечно, большой. Там потрясающей красоты церковь, барокко. Ну, чудо. Ну, часто уже там собирается что-то реставрировать. Но несерьезно играть. Но можно говорить о скольких органах, которые у нас, в принципе, есть в Латвии? Это десятки, это что? Всего органов не знаю. Много. Но два самые лучшие. Это, конечно, Домский и Зауэрган. А органистов, Евгений Владимирович? Органистов тоже очень много. Много. Тем более, что они все время подрастают. И все время, вот видите, эти две девочки будут. А я даже их не знаю. Понимаете? Хватает им, так сказать, нашим органистам, где играть? Или это такая уже бешеная очередь выстраивается? Нет, конечно. Не хватает. Ну, кстати сказать, вот мы с Леной говорили, она сказала, что не хотят играть у нее органисты маститые, потому что не платят. Но их понять можем, понимаете? В конце концов, это работа. За бесплатно играть. Ну, кто знает, я пять лет в Гертруде играла, ни, как это, ни цента, ни сантима не получала. Больше того, я даже еще, реклама, конечно, была очень такая маленькая, небольшая, слабая. И я за нее платила еще плюс. И так пять лет я в Гертруде проиграла благотворительно. Причем это в год примерно 10 концертов было. Надевайте наушники, у нас звонки еще есть. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Будьте добры. Доброе утро. А вот как-то совсем, значит, забыто, очень интересно. В свое время, в начале 80-х годов, я был одним из руководителей, которые руководили реставрацией старого города. В том числе, значит, один из первых объектов, который был отреставрирован, это была церковь реформаторов. Руководитель польской фирмы Показад, который руководил со стороны польской стороны этими объектами, был такой господин Войнаровский. Это известный польский, как говорится, органист, в том числе, который много сам занимался реставрацией органов. И в том числе он провел работы по реставрации органа в церкви реформаторов. Почему об этом объекте никогда ничего не говорится? Хотя я сам лично слышал, как говорится, как игру на этом органе, и впечатления очень прекрасные. Да, спасибо вам. Что-то знаете об этом? Ну, знаете, вот в начале нашего нового времени у меня был концерт в этой реформатской церкви. Мне пришлось ввести мой собственный инструмент, чтобы хор был, какая-то такая была сложная программа, но никакого органа, может быть, он там был, но он молчал. Возможно, по-моему, что-то разговор был о том, я спрашивала, это было так давно уже теперь. Орган там не звучал, не звучал. Может быть, сейчас что-то изменилось, но я не слышал, чтобы там кто-то что-то делал. Спасибо вам за подсказку, я пойду туда и буду созваниваться, буду узнавать. Если так, это же замечательно. И тем более, если он был и его ремонтировали, это значит, что он играет. Но я нигде не слышала об этом упоминании, что там происходит, не слышала. Спасибо, буду узнавать. Спасибо большое. Да, если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. 672-12-939, 672-13-939. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что церкви в Аглоне, да, наверное, это место известно вам тоже, там был давно-давно, еще даже в советское время он там был, орган. Значит, это был старый орган, и на нем играли. И вот что сейчас сегодня есть, чем там нет, ты не порчу бы делать, на что это церкви в Аглоне. Аглоне. Спасибо. Аглоне. К сожалению, я ничего не знаю, что сейчас в Аглоне. Я играла на нем вот в начале 90-х, и с хором, и все. Он был в ужаснейшем состоянии, ужаснейшем. Просто, как и многие другие, вот после советского времени. Но я вам должна сказать, что, к сожалению, вот мацы и таи, которые в этих церквях, они не заинтересованы в своих инструментах. Почему? Даже вот, господи, прости меня, что я буду это упоминать, в старой гертруде, когда заводили речь о том, что надо что-то делать, они говорили, а на мы этого достаточно. Вы понимаете? Никто, это стоит денег, это надо трудиться, это надо идти, это надо пробивать все. Ну, кто же будет этим заниматься? Мы-то вообще... Понимаете? Так что, если там что-то изменилось, это просто великое счастье, но в начале 90-х это был тихий, и уж там играть было невозможно. Буквально, знаете, если я ничего не путаю, там на клавишах были полуоторванные вот эти пластинки, там даже прикасаться к ним было страшно. Я уж не буду говорить, что безобразно это все звучало, и звучали не все ноты. Ну, вот так вот. Ну, да, на таком инструменте, конечно, играть. Так относились к инструментам в советское время. Долбали их, раздолбливали. И, кстати, в Питере то же самое было. Вот сейчас тоже там все приводят в порядок в ужасном состоянии. Ну, а реконструкция органа – это же довольно дорогое удовольствие. Это очень дорогое. Сколько это может стоить? От, ну, в рамках примерно. Ну, вот Гертруда, может быть, я что-нибудь сочиняю, точно не знаю. По-моему, там что-то больше 100 тысяч евро реставрация. Но, ради бога, простите, может быть, я какую-то неправильную информацию. Я этим не занималась и потому не знаю. Хотя было время, когда мы в Гертруде что-то пытались европомощь получить. Ну, все это забюрократизировано. А вообще на восстановление органов можно получить? Было или было какую-то европомощь? Есть такие вещи? Было. Но там, как понимаете, как две стороны медали есть и куча всяких. Это я знаю. Куча всяких. Это, конечно. И вот мы на это нарвались в самом начале, когда мы занимались этой Гертрудой. То есть бюрократия страшная. Ну, понимаете, все хотят откатов. Все не думают о деле, а думают о том, чтобы положить в карман. Вот это тихий ужас. Это мы испытали. Больше того, я расскажу про мотор, который мы все-таки установили, в Гертруде. Мы боролись просто за это невероятным образом. Мы нашли в Венгрии чудесный мотор за 3 тысячи евро. Прекрасный мотор. Уже знали все. И мы уже предложили его. Вы знаете, сколько стоит мотор? 9 тысяч. Вот так все. Да, у нас в гостях, напомню, сегодня Евгения Владимировна Лисицына. Впереди у нас прекрасное мероприятие. 6 мая в церковь Святого Павла. Можно словечко? Пройдет марафон. Можно словечко? До марафона я всех приглашаю на Мусоргского. Буквально завтра. Куда? Туда же. Завтра будет, да, Мусоргский. Пожалуйста, приходите. Чудесно звучит на органе. Я его играла в Питере. По средам у нас встречи, по средам тоже. В Питере играла. Пришла одна пианистка и сказала после концерта, я не знаю, как теперь это играть на фортепиано. Понимаете? Это чудесно звучит на органе. Вы будете сама, да? Сама. И все. Елена еще не будет, да? Или Елена тоже будет участвовать? Нет, нет. Лена приезжает послезавтра утром. Ночью летит она. То есть она вот к шестому, к марафону, да? Да, конечно, конечно. Значит так, у нас такие планы. Завтра все приходим слушать Мусоргского. Во сколько? В Церковь Святого Павла в 7 часов. Всегда в 7. Да, до главы 1. Это отличный вообще способ пойти в длинные выходные. Вот так вместе с Мусоргским. А 6 мая, это суббота, не забудьте, да? С часу до 9. Вот в любое время вы можете подойти, тихонечко зайти. Хотите такого композитора, хотите такого, хотите такого органиста, можете такого. Спасибо вам, Евгений Владимирович. Наш праздник. Спасибо вам большое. Спасибо Елене Приваловой. Елене Приваловой и Эпштейн обязательно. Тоже, конечно, от нас огромное спасибо за вот эти все. Она просто, знаете, задвигала эту нашу жизнь стоячую, болотную. Да, спасибо всем. И всех ждем в Церкви Святого Павла и завтра в 7 часов, и вот 6 мая. Милости просим. Да, с часу дня. Спасибо вам. И до свидания. Хорошего дня вам. До свидания.